Если вы не можете или не хотите кого-то простить, простите себя за это, и это будет первым шагом на пути к прощению. Если кто-то не откликается на вашу просьбу о прощении и не прощает вас, простите его за это, и это тоже будет одним из ваших шагов. В случаях физического насилия наказание насильника необходимо. Но, во-первых, оно должно осуществляться со стороны третьих лиц, эмоционально не задействованных в ситуации. И, во-вторых, подобная сатисфакция практически никогда не помогает жертве насилия в решении возникающих у нее психологических проблем, что также является одним из связанных с темой прощения парадоксов. Теперь заглянем чуть глубже. Прощение всегда связано с чувством вины, а вина – это агрессия, направленная на самого себя. Освобождение от нее никогда не происходит за счет ее разворачивания в агрессию внешнюю. Попробуй пояснить это на примере. Обычно жертва насилия в какой-то момент начинает испытывать чувство вины. Происходит это потому, что тот импульс, который в нормальных условиях человек мог бы направить на свою защиту, ему приходилось сдерживать. И тогда сдерживание адекватной агрессии на другого приобретает вид неадекватной агрессии на себя. Потом, когда ситуация насилия уже закончилась, сдержанный импульс агрессии продолжает вновь и вновь требовать своей разрядки. Казалось бы, дай ты после этого кому-то по морде, и все встанет на свои места. Но подобное если и приносит облегчение, то только временное. Впоследствии ситуация лишь усугубляется. Потому что такое отреагирование всегда строится на механизме проекции. Попробуйте предложить жертве насилия простить своего насильника, и человек будет готов убить вас за это. А потом, внутренне понимая, что вы здесь ни при чем, вновь начнет испытывать чувство вины. Но теперь уже по отношению к вам. Но перед вами, скорее всего, он извиняться не будет, а станет провоцировать ответную агрессию с вашей стороны, что дало бы ему возможность отреагировать на вас все сразу, как ту изначальную аутоагрессию, которая возникла у него в ситуации насилия, так и ту, которая добавилась к ней в силу конфронтации с вами. Таким образом, человек попадает в некий замкнутый круг, внутри которого, сменяющий друг друга состояние вины и внешней агрессии, лишь множит его страдания. Анализируя этот процесс, важно понимать, что вина — это внутреннее состояние, которое никак не проявляет себя до тех пор, пока не взвернется во внешнюю агрессию. Единственный механизм, который действительно помогает выбраться из описанного выше замкнутого круга — это механизм прощения. Прости другого, и ты простишь себя за свою ненависть к нему. Прости себя, и ты простишь другого за его ненависть к тебе. Можно сказать, что мы попадаем из одного замкнутого круга, который приносит нам лишь боль и мучения, в принципиально иной замкнутый круг — круг прощения и внутренней свободы. Но это именно качественный переход. А большинство людей привыкло мыслить линейно. Поэтому им так трудно понять и принять то, что подобный переход в принципе возможен. Что касается наших эмоциональных переживаний при попытке совершить указанный переход, то он всегда сопровождается чувством страха и беззащитности. В этот момент нам проще вернуться на уровень сменяющих друг друга чувственной агрессии. Хоть и болезненно, зато стабильно и привычно. Но такая стабильность обходится нам слишком дорого — ценой наших непрекращающихся страданий. И еще об одном парадоксе. Оправдание и прощение — не просто разные, но зачастую противоположные вещи. Оправдывать другого — это бесконечно длить свою зависимость от него. Это постоянная игра рационального уровня, бессознательно подпитываемая собственным чувством вины, как не отреагированной наружу агрессии. Наиболее яркие примеры — Стангольский синдром и любовная зависимость. Прощать — это отпускать и освобождать из себя и другого, переходя на новый уровень отношений с ним. С учетом того, что прерывание любого рода физических контактов в ряде случаев тоже может являться новым уровень отношений. Прощать — это не говорить «я тебя прощаю», а самому просить прощения у другого. Потому что истинное прощение никогда не бывает из позиции сверху. Прощение и гордыни несовместимы. Оно происходит лишь из позиции смирения и принятия чувств и действий другого в сочетании со своими собственными чувствами и действиями как по отношению к нему, так и по отношению к самому себе в более широком контексте, охватывающем вас обоих. Иными словами, чтобы просить другого, то должен просить себя, а чтобы просить себя, то должен просить другого. Это две неразрывные части единого волевого акта человеческой свободы. Проблема в том, что просить прощения у другого часто воспринимается нами как унижение перед ним. Мы как бы предчувствуем, что не сможем простить себя, если пойдем на подобное. И тут мы вновь попадаем в замкнутый круг. Особенно в ситуации вынужденных отношений. Нарождающееся чувство собственной вины становится тем триггером, который запускает бесконечный процесс обвинения и оправдания, о котором я говорил выше. Не будучи способным простить себя и другого одновременно, человек начинает попеременно то обвинять, то оправдывать, то другого, то себя самого. В заключение пару слов о феноменологии. Я уже подчеркивал выше, что круг агрессии и вина и круг прощения и свободы – это два качественно разных состояния. Как и любой качественный переход, сопровождающий психическую жизнь человека, он происходит не в линейной, а во взрывообразной форме. Поэтому истинное прощение – это вовсе неформально сказанные слова «прости меня». И уж тем более, это не ответное раздражение на другого. «Почему ты меня не прощаешь? Ведь я же тебя попросил». Истинное прощение – это освобождающие нас от внутреннего напряжения, рдания и слезы. И именно так можно приблизиться к пониманию того, что это было действительно прощение, а не его вербальная имитация. Субтитры создавал DimaTorzok